Продолжение следует... И тема, в общем-то, сегодня моя – это навык публичного выступления. Романтизированный, магический, окутанный иногда орелом таинственности для многих, входящих в эту тему, вызывающий много страхов и блоков участников, но на удивление по опыту запуска этих тем в разных компаниях, в разных коллективах, в разных ситуациях, эта тема получает очень большой отклик участников. Потому что что-то такое притягательное в ней есть. И сегодня, в течение ближайших минут 20-25, попробуем разобраться в этих самых публичных выступлениях, ключевых навыках спикера и на что стоит обратить внимание для того, чтобы цели, которые вы ставите себе, были достигнуты. Удовольствие было максимальным, а польза для участников была настолько хороша, что им захотелось вернуться. Это самое главное, что мы хотим наверняка получить по итогам. И поговорим мы о простых вещах, о том, как и зачем ставить цель спикеру на выступление, вообще что будет ключевой целью любого выступления. Коснемся немножечко, чего скрывает наше тело и какие есть базовые рекомендации по работе с невербальными составляющими, невербальным каналом передачи информации. Очень простые советы накидаю, как просто работать с информацией, структурировать, подавать и вот эта вот визуальная составляющая, которую мы используем во время выступления, она была более комфортна нашим слушателям. И тема, которая регулярно, к счастью или к сожалению, всплывает в запросах участников, это сложные слушатели, как с ними бороться, как их победить и как вообще вот их бы, так бы вот, бедных и несчастных, этих сложных, загнать в угол и не дать им возможности поднимать голову. Очень часто запросы, и мы коснемся его тоже сегодня в рамках моего выступления. Как правило, с какими целями выходим мы на выступление, что мы хотим сделать, получить и к чему привести наших слушателей, наверное, от простых к сложным и ключевым пойдем. Конечно же, мы хотим установить и удержать контакт с аудиторией, мы хотим повлекать ее, мы хотим видеть интерес в глазах, мы хотим видеть активность в процессе, мы хотим, чтобы они шли с нами до конца, не отвлекаясь на посторонние вещи, а внимание это вообще наравне, наверное, с временем на сегодняшний день ценнейший ресурс, который вообще может только быть, особенно у человека выступающего. Да, а, кстати говоря, где вообще навыки публичных вступлений могут пригодиться и пригождаются? Да вообще везде на самом деле, чего уж там греха таить. В управленческой работе, в продажах, в любых коммуникациях, навыки хорошего структурированного говорения с пониманием, чего я хочу по итогу и разумным и логичным применением инструментов, это, наверное, вот везде. Любая коммуникация, особенно если передо мной больше двух-трех человек, это прямо вот сразу публичное выступление, включайте и работайте. Конечно же мы хотим раскрыть тему выступления, хотим дать глубину, хотим дать экспертизу, хотим поделиться тем опытом, знаниями, которые есть у нас. Очень важно спикеру при этом аргументировать свою позицию. Один из важных моментов любого публичного выступления, помимо раскрытия темы, показать, объяснить и железобетонно по возможности свою позицию личную по этому вопросу до аудитории донести. И вот ради чего все это происходит, что является финалом любого публичного выступления, да, это побуждение к действию. Потому что история выступления, история взаимодействия с Питером, с аудиторией не заканчивается в момент, когда он выключает микрофон и присущимися руками выпивает стаканчик воды и уходит с условной сцены. Очень важно запустить трансформацию, запустить некое изменение в поведении, мыслях, отношениях, позициях слушателей. И самый простой и эффективный инструмент в этом случае это побудить их действовать, поставить им задачу и подтолкнуть их дальше к действиям, а изменения начинаются с действия. Поэтому вот это вот то, что, на мой взгляд, должно финалить любое выступление. Вот. Собственно, с помощью каких инструментов спикер может и достигает на сегодняшний день тех целей, которые он себе поставил. Процедурное лидерство, то есть установление четких, понятных, простых, самое важное, простых правил взаимодействия группы и выступающего. Это разнообразие подачи форматов, инструментов и способов донесения информации. Конечно же, это понимание законов групповой динамики и кривое распределение внимания для того, чтобы в пиковые моменты повышения внимания наших слушателей и вкачивать туда коротко и структурно ключевые мысли нашего послания. И вопросы и паузы. Это простой, казалось бы, инструмент, который при всем при этом недоиспользуем, да, и недооцениваемый, потому что они дают и глубину, и динамику, и очень хорошую увлеченность. Есть прекрасное в своей простоте, прозрачности и при этом эффективности правило американского сержанта. Из вас многие наверняка его знают, но так, чтобы в пространство запустить, я ее скажу. Есть три правила американского сержанта, они очень простые. Правило номер один – скажи то, о чем будешь говорить. Правило номер два – ну, собственно, скажи это. И правило номер три – барабанная дробь – скажи то, о чем только что говорил. Очень просто, очень доходчиво, очень понятно, позволяет донести до ваших слушателей трижды ключевую мысль вашего послания и таким образом закрепить ее в их сознании. Делите ваше выступление на блоки и темы. Вообще списки рулят. Вот, мне надо соврать коллеги и, в общем-то, те, кто и выступал, и слушал. Списки, блоки и разделения на логичные кусочки, очень простые и удобные для переваривания. Это, в общем-то, ключ успеха любого выступающего. Конечно же, цифры, факты и все то, что работает на некую логичную и структурную часть нашего создания. А еще кейсы истории. История вообще – это то, что сопровождает нас всю жизнь. Мы с детства любим сказки, мы с детства любим истории. Мы очень любим наблюдать за трансформацией героя, идущего из пункта А в пункт Б. И мало того, что там не всегда кто-то доходящего, самое главное, что приобретающего новые навыки, новые озарения, новые открытия. И, конечно же, проживающего внутреннюю положительную, позитивную трансформацию. Истории очень сильной, очень вовлекающей и классно продающей любую тему инструмента. Ну и, повторюсь, побуждение к действию. Есть хорошее правило любого продажника от ABC. Always be closing. Всегда закрывай. И умение правильно поставить задачу слушателям на пост выступательное время и пространство. Умение проложить им дорожную карту и создать видение того будущего, которое будет после того, как изменения будут запущены. Вот это вот скилл, который позволяет привлекать, вовлекать и достигать наибольших результатов по итогам выступления. Вот. Это что-то про инструменты, которые могут быть использованы очень просто и быстро спикером. Как я и говорил, про тело. Какой совет и какое одно из заданий очень часто, да почти всегда, я использую надлинг, которые так или иначе связаны с говорением, выступлениями и взаимодействием с аудиторией. Мы делаем запись выступления у каждого участника, и они получают их после тренинга или в межтренинговый период. И одно из заданий – это первый раз это видео, полученное, посмотреть без звука. Вот когда наверняка у вас есть записи ваших выступлений в онлайне, в оффлайне, тренингов. И если вы раньше этого не делали, то, поздравляю, вас ждет потрясающие несколько минут лицезрения себя без внешнего контекста, без звуков, смыслов и так далее, а исключительно на уровне телесности и вот этого невербального восприятия того, что вы говорите. Много будет удивлений, много будет шока и трепета, потому что тело, оно такое вот коварное и рассказывает очень много о нас того, чего мы не хотели бы донести до наших слушателей. Из базовых советов работы с телом, ну, помимо того, что неплохо бы и кортизольчик сжечь, да, подвигаться, покричать, погремасничать перед началом выступления, и было бы здорово не стимулировать лишний раз его всякими крепкими чаями, кофеями и уж, упаси Господь, любыми другими стимуляторами, да, то есть не теряйте контроль над телом, не отдавайте любой химии, там, разрешенной или неразрешенной, да, власть над вашим телом и вашей динамикой. Вот, а из простых таких советов в моменте, держите визуальный контакт, если группа не очень большая с каждым, если она большая, делите на три сектора аудиторию и посылайте кусочками в эти три сектора ваши мысли, ключевое поставление, как правило, всегда идет по центру. Если это возможно, если это возможно, если позволяет ситуации, меняйте положение тела в пространстве. Ходите, раскачивайтесь, заставляйте ваших слушателей все время ловить глазами ваше тело, вашу динамику, потому что ничто так не привлекает внимания, как нарушение шаблона. Поэтому статичность губительна, потому что я начну искать новые образы и новый интерес. Если передо мной подвижная динамичная структура, то, скорее всего, я буду фокусироваться именно на ней. С точки зрения жестикуляции. Много об этом говорят и о том, что можно подкреплять загибанием и рисовать в воздухе. Вообще, из базовых советов, плавные широкие жесты, не прижатые, не видно, не прижатые локти к туловищу. И в этом случае они уже будут плавные, они будут более весомые. А если они еще и симметричные и подкрепляющие, идущие от спитера к рупе, это прям вообще сказка сказочная. И тогда прям приятно на вас смотреть и не только слушать. Ну и создание точки опоры. Есть несколько инструментов. Во-первых, ну прям помидитировать там и почувствовать сцену и пространство, постоять ногами и пощупать, по нему пройтись раз. Второе, если уж прям совсем там бывает, да, стресс накрывает, ну возьмите в одну руку какую-нибудь штучку и заземлитесь на ней. Маркер, ручка, аналоговая электронная указка, все что угодно. Единственное, обращайте внимание, чтобы вы ее бедную там не теребили и не замучили во время выступления. А еще есть чуть более сложная техника, сегодня мы ее касаться не будем, но захотите приходить на тренинг по публичным выступлениям. Это создание точек силы. Когда вы программируете пространство, две-три точки в пространстве на разные эмоции, разную энергетику, проживаете ее там до выступления, наполняя эту точку, эту зону нужным вам уровнем энергии, и потом перемещаясь в пространство, и заходя туда, вы уже в общем-то вводите в состояние либо активного, либо наоборот, мелохоличного, либо романтичного, либо любого другого, который только может быть. Вот, это по поводу невербалики тренерской. Чуть-чуть забежим в историю визуализации, потому что в публичном выступлении вообще намешано очень много ожиданий и тем от участников. Это не только, собственно, публичные выступления, как инструмент вынесения информации. Туда же еще ожидают и очень хотят ораторское мастерство, туда же еще хотят оформление презентации и аудиовизуальный контент, и туда же еще и еще и еще. Повторюсь, очень такая прям глубокая, очень разнообразная тема по ожиданиям и желаемым посвоению инструментов. И если следовать простым советам работы с визуальным контентом, то, по большому счету, их не так много, и при этом они реализуются очень легко. Да, это единообразие стиля и структуры слайдов, которые вы используете, если вы их используете, конечно. Либо не слайдов тогда, а листов флипчарта. В общем-то, та же самая история. Если они у вас единообразны, если я понимаю, в каком месте темы, в каком месте списки, в каком месте картинки и так далее, то я как слушателей намного быстрее это воспринимаю, легче прохожу и не отвлекаюсь на изучение нового необычного слайда. Вот, наверное, та необычность, которая отвлекает от спикера и которой хотелось бы избежать. Да, и я больше садрил очень на говорящем. И поэтому, да, минимум текста. Уверяю вас, мы, как слушатели, читаем с экрана про себя быстрее, чем вы, спикеры, говорите. Поэтому текста минимум. И как раз задача спикера и выступающего – это рассказать свой слайд, а не прочитать его. Чуть попозже про формат печи кучи скажу. Меняйте темп и громкость. Это хорошая история. Опять же, бодрит слушателей, да, и не дают им возможности похулиганить и заснуть. Задавайте вопросы аудитории. Это же вообще обалденная история. И даже если она огромная и ответить на них не может, да и бог-то с ним, задайте и ответьте сами. Риторические вопросы – очень сильный инструмент, который позволяет их вовлечь в думание о той теме, которую вы им раскрываете. И позволит вам, отталкиваясь от вопроса, двигать ваше выступление вперед. Ну и, конечно же, делайте паузу. Дайте возможность выдохнуть, осмыслить и какие-то легкие инсайтики словить и зафиксировать. И повторюсь, да, стори-теллинг – обалденная история. Был герой, принял вызов, столкнулся с проблемами, поделал – ничего не получилось, обрел силу и наставника, поменял отношения и подход, и вышел на новый уровень. Вот она, как бы, канва любой истории. И наверняка у вас их много, просто надо их себе записать, добавить слегка драматургии, и тогда выступление станет более красочным и ярким. А вот динамику подачи, динамику подачи иногда еще можно, можно и динамику достичь за счет такого формата, как печа-куча. Печа-куча – это, ну, транслит с японского, по сути, это такое бла-бла-бла, ну, болтание. И в чем пресс этого формата? Он достаточно жестко регламентированный с точки зрения оформления и презентации. Это 20 слайдов, на каждый из которых вам отведено 20 секунд. То есть, по сути, там 6 с небольшим минут идет выступление, иногда даже целые конференции организовываются, где все спикеры выступают в формате как раз презентации печа-куча. 20 слайдов по 20 секунд на каждый. Очень хорошая динамика, очень хорошая тренировка вообще вот этого сфокусированного быстрого говорения, даже не элеватор-пич. Ну, нифига себе, 20 секунд, потому что не две даже минуты на слайд, а всего лишь 20 секунд, но при этом очень здорово дает хорошую динамику. Вот. А я у всех пропал или только у Натальи? Интересно. Ага, спасибо. Да. Наталья, возвращайтесь. Не хочу вас терять. Ну и сложные участники. Вот та страшилка, которой, кстати говоря, что интересно, сами себя пугают начинающие спикеры, говорильщики и выступающие на аудитории люди. Два момента, наверное, важных к пониманию и пару советов, которые на старте можно дать и забрать для того, чтобы с этими самыми сложными участниками работать. Момент первый. Большую часть сложных участников, как бы, как это звучит, не обидно для спикера, он создает сам. Сейчас разберем, почему. Второй момент. Вторую часть, не половину, вторую часть сложных участников, он никак на них не может повлиять, потому что это какие-то их загоны, тараганы, комплексы, блоки, ограничения, желание, внимание, отсутствие там такта, этикета и так далее. То, что, в общем-то, не в силах. То есть, по большому счету, делай, ну, делай, что должно и будь, что будет. По большому счету, тут очень хорошо работает самурайский принцип. Поэтому захватывайте лидерскую позицию за счет установления правил, за счет регламентирования порядка выступлений, вопросов, обмена мнениями и так далее. То есть, вот это процедурное лидерство, оно помогает, на самом деле, очень здорово дисциплинировать многих из потенциально сложных участников. Когда есть понимание, когда я могу выступить, сказать и поделиться своим мнением, болью и буду услышан, я потерплю, ничего страшного, я знаю, что мне эту возможность дадут. Если уж прям совсем не получается в эти установленные вами рамки уложиться, их удержать, выносите какую-то нецелевую и непродуктивную дискуссию за пределы выступления. Ну, это вот из серии шуток. Хороший вопрос, следующий вопрос, давайте обсудим его после. Я открылся о диалоге, это очень здорово, когда после выступления еще дискуссия продолжается. На самом деле, спикер, это огромный кайф и участникам это позволяет еще больше погрузиться в тему. Используйте ресурс группы, ну, те, кто прям в тренерской теме понимают, о чем речь, привлекайте группу и аудиторию для принятия решения о важности или неважности того вопроса, который, за который вдруг зацепились и начали очень сильно и активно дискутировать. Да, если всем это важно, нужно, интересно, да, Господь с ним, как бы, уделите этому внимание. Если нет, то давление социальной группы это потрясающий эффект, который выдавит, да, вот эту вот ненужную тему, или даже ненужного участника вернет его в некие там рамки и нормы социального взаимодействия. Ну, и, конечно же, прием перехвата инициативы, короткий ответ и встречный вопрос, и уж в крайнем случае инструмент, который позволяет прям слегка дать поддых, уж извините, пожалуйста, за эту сентенцию в этом пространстве, прием звучит следующим образом. Мнение участники, надо понимать, участники имеют право на свое мнение, но и важно, вы имеете право, и, как мы говорили в начале, спикеру важно аргументировать свою позицию по этому вопросу. Поэтому, ну, скажите ему интересное мнение, очень необычный подход. Я, правда, с ним не согласен, давайте продолжим, у нас еще есть о чем поговорить. на удивление, я пробовал, очень хорошо работает, это деликатно, без грубости ставит на место человека, не помогающего вам ваше выступление, в общем-то, завершить. Вот, и знаете, что интересно, я, в общем-то, уложился в этот тайминг, я прям молодец, сегодня поставлю себе плюсик, и наливаю себе вкусного чаю. Если есть вопросы, дорогие друзья, задайте их в чат, я думаю, что минутки две мы можем мнениями, впечатлениями или даже вопросами обменяться. Вот.